Агрохолдинг Николаевский В эфире телеканал АТВ Новости. В студии Алексей Блюнберг. Добрый вечер. Мы два месяца добивались этой парковки, чтобы ее расчистили. Старый знакомый в новой ипостаси Сергей Супоня не справляется с расчисткой улиц от снега. Сейчас уже подписали контракт с очень интересным героем известным. Это вот Кузьмич. До Байкальской рыбалки 2018 остались считанные недели. Раскрываем секреты масштабного мероприятия. Они видят, что в районе происходит. Продолжение турны Алексея Циденова. Глава республики выслушал жителей Кабанского района. Начали за здравие, закончили за упокой. Снежными сугробами завалены обочины городских дорог. Таков результат работы комбината по благоустройству. Дороги очистили, а снег оставили. То, что совсем скоро все это растает и вода польется вдоль дорог, уже не секрет даже для коммунальщиков. Кучи слежавшегося снега, наваленного на обочинах и тротуарах, продолжают создавать сложности для пешеходов и аварийно-опасную ситуацию для водителей. Находится ли вся эта ситуация под контролем и у кого? Кто должен отвечать за уборку снега, разбиралась Елена Власова. Здесь по улице Октябрьской метровые сугробы полностью завалили парковку перед павильонами. Две недели назад мы уже разбирались в этой проблеме, сделали запрос в комбинат по благоустройству и вуаля, парковку расчистили. Но только тот небольшой клочок земли напротив того павильона, хозяин которого жаловался напротив других киосков, сугробы так и остались лежать. Мы два месяца добивались этой парковки, чтобы ее расчистили. Ну вот наконец-то случилось чудо, в субботу это произошло. Но не полностью парковка-то вообще? Ну нет, конечно не полностью. Хотелось бы, чтобы все это сделали. Да конечно, мне покупатели говорят, почему к вам невозможно подъехать. Тем более это управление рядом комбинат по благоустройству. Я не знаю, уже жаловали, звонили. Продавец, по-моему, звонил соседнее. А никто не реагирует. Причем такая ситуация по всему городу. Три месяца жители живут практически в снежном плену. Всю зиму ездить и ходить опасно. Чтобы перейти дорогу, приходится пробираться через снежные завалы, рискуя скатиться на проезжую часть прямо под колеса машин. И они начинают двигаться, вот понимаете, два шага мне сесть туда. Они начинают движение. И вот это самое, и вот возле этой кучи меня зажимают. Мне некуда ни туда, ни сюда, потому что трамвай перегородил. Иногда мешает, иногда нет. А иногда почему мешает? Ну, когда там проходят, много людей, запнется, под машину можно попасть. А какая у вас школа? Третья. Третья? Да, школа. И вы там такие уже сугробы очищаете сами? Ну да, даже больше. А вот кто должен отвечать за эти кучи, выясняется с трудом. И в данном перечне, в этом титуле, нет улицы по Октябрьской. То есть, соответственно, ее убирают, ну, другая организация, не мы. То есть это не комбинат по благоустройству убирают? Получается, что дорогу по улице Октябрьской очистил комбинат по благоустройству, а вот убирает снег на обочинах. Это уже работа тех, кто выиграл тендер на проведение таких работ. На всей территории второго участка железнодорожного района города Улан-Удэ был проведен электронный аукцион в декабре-январе месяца. По результатам победила подрядная организация ООО «Дорожник». Генеральный директор кто? Генеральным директором является Сергей Иванович Супоня. Второй участок – это микрорайон Орешково, улицы Октябрьская, Комсомольска, Николая Петрова. Убирать сугробы Сергей Иванович Супоня обязан согласно ГОСТу Р-50-597-93, который четко определил сроки зимней уборки. Так, сугробы с обочин положено убрать в течение суток. Запрещено формировать снежные валы на пересечениях дорог и улиц, на тротуарах, ближе 5 метров от пешеходного перехода, ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта. И вот вам, пожалуйста, здесь остановка, здесь пешеходный переход и тут же два сугроба. Требования ГОСТ в принципе не соблюдается. Последует ли наказание за такое бездействие? В данном случае Комитетом городского хозяйства в адрес подрядной организации направлено требование о выполнении снегоуборочных работ на этом участке, также устранению зимней скользости, устранению снежных валов. Со сроком исполнения до 16 марта. В случае неисполнения срок данного требования будут применены штрафные санкции в рамках муниципального контракта. Штраф предразумевает размер порядка 119 тысяч. Однако до сегодняшнего дня за бездействие на этом участке дороги к ООО «Дорожник» никаких санкций не применялось. Сергей Супони, видимо, надеется, что проблема растает естественным путем. Елена Власова, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Алексей Циденов продолжает рабочие встречи по районам республики. Накануне глава выслушал наказы от жителей Кабанска. Встречи проходили с самого утра до позднего вечера. И если в прошлом году такие поездки для главы региона имели более ознакомительный характер, то на этот раз Алексей Циденов не только разбирал наказы избирателей, но и держал ответ за все насущные проблемы. Будамунхоев побывал на встрече с жителями Кабанского района. Мы очень рады, что вы к нам приехали. Сегодня видели все дороги у нас посыпаны, поэтому спасибо вам. Приезжайте почаще к нам. Чиновники Кабанского района, как и любые другие при появлении начальства, создали хотя бы видимость чистоты и порядка. Но глава республики приехал отнюдь не в розовых очках и внимал каждого вне зависимости от масштаба проблемы. Зарплата у пожарного на сегодняшний день 8300 рублей он за февраль месяц получил. Водитель получает 10 тысяч. И это при условии, если он 20 лет отработал водителем, и у него есть все категории. Вот эти 4%, которые там с республиканского бюджета какие-то обещали, это слону дробина к 8 тысячам зарплаты. Это ни о чем. Это ни о чем, это 200 миллионов на бюджет. Это 200 миллионов дополнительных затрат, которые вы называете ни о чем. Поэтому мы что-то больше дать не можем. Мы можем увеличивать наши затраты, если будут увеличиваться наши доходы. Зарплата бюджетников прошла красной нитью через всю поездку. В этот день Алексей Цыденов посетил Бабушкин, Каменск и Селенгинск. Народный хурал неоднократно уже ставил вопрос по учителям на своих сессиях. Но эти вопросы откладывались на потом, как это и случилось 28 февраля. Хотя обещали, что до парламентских каникул они вроде бы как-то порешают этот вопрос. Вопрос не в том, что там хурал поднимал вопрос, а он не решился. Если бы хурал поднял вопрос и сказал бы деньги взять, я говорю, я бы там хурал в море поклонился. Деньги Ахиллесова пята республики. За год регион зарабатывает 23 миллиарда, а тратит в два раза больше. Огромный недостаток казны покрывает из федерального бюджета. Потому глава Бурятии не тешил народ пустыми надеждами. Говорил максимально честно и открыто. Отдельного внимания заслужило противостояние местных жителей с счета «Анергосбыт». Сетевая компания обслуживает поселок Каменск уже четвертый год и регулярно обсчитывают потребителей. Были судебные заседания по каждому дому. И буквально в каждом доме эти приборы признаны неправомерно установленными. Однако вот собственники до сих пор мучаются. Борьба с счета «Анергосбыт» вот-вот выйдет на новый уровень. Отдельные жители готовы обрушить на них всю мощь военного арсенала. Владимир Владимирович Путин вот на этой неделе показывал такую мощь вооруженных сил, такую тексту. Где нам, каменчанам, взять вот такую тексту, чтобы к нам... Чем читать? Чем читать? А это читы. Читра я готова. Пожалуйста, я буду, что вы будете. Спасибо. Судя по реакции, жители и впрямь готовы на все, лишь бы приструнить оголтелых сетевиков. Но глава попросил не прибегать к столь радикальным мерам и предложил ограничиться коллективным иском. А министру строительства взять каменчан под свое крыло. Я осознанно вожу с собой там всех министров, потому что они даже... Пусть к ним не задают вопросы напрямую, не всем министрам сегодня вопросы задавали. Но они видят, что в районе происходит. Они видят, что важно, что не важно. Какие приоритеты в первую очередь нужны. Глава признался, мол, поездка по районам не дает расслабиться. На перечисление всех болячек Кабанского уйдет чуть ли не весь выпуск новостей. А у правительства ровно год на то, чтобы решить наказы своих избирателей по максимуму. Ведь в 19-м они приедут сюда обратно и взглянут в глаза тем же самым людям. Будам Унхоев, Федор Моденов, телекомпания АТВ. Идем на восток. В Бурятии завершилась проходка второго Байкальского тоннеля проекта модернизации БАМа. Работу над проектом ввели с 2014 года. Это развитие здесь инфраструктуры транспортной и энергетической. Потому что следом за железной дорогой идет энергетика. А энергетика и железная дорога дают возможность развивать производство уже здесь. Нам еще понадобится чуть больше года для того, чтобы обеспечить монтаж всех коммуникаций и ввести в эксплуатацию Байкальский тоннель. Это намечено на 2019 год. Модернизация БАМа для Бурятии не просто дополнительная инфраструктура. Это новые горизонты для развития торговли на Азиатско-Тихоокеанском рынке. За 4 года строители прошли более 6,5 километров горной породы. Первый поезд на этом месте проедет уже в следующем году. Бурятия отличилась на всероссийском конкурсе предпринимателей. Сразу три представителя республики стали лауреатами национальной премии «Бизнес-успех». В номинации «Лучший производственный проект» победил Виктор Мохосов с компанией по производству кровельных и фасадных материалов. В подготовке к этому финалу мы поставили целью рассказать не о предприятии, а о том успехе, который мы добились. Добились мы быстрого роста за последние три года. Это не самые легкие времена в нашей стране, но тем не менее рост у нас был именно последние три года. В других номинациях победили муниципальные образования, Заиграевский район за лучшую систему закубок и Баунтовский за лучшую практику поддержки предпринимательства. По словам зампреда правительства по развитию экономики, участие в таких конкурсах прежде всего помогает улучшить инвестиционный климат республики. По результатам финала национальной премии вырабатываются лучшие практики. Мы, естественно, будем эти практики брать на вооружение, максимально тиражировать их и, естественно, где-то это будем и сопровождать финансово. Всего в конкурсе участвовало более полутора тысяч предпринимателей и около 500 муниципальных образований. В Бурятию приедет знаменитый Кузьмич, герой фильмов об особенностях национальной охоты и рыбалки. Собственно, на рыбалку он и приедет. 14-я по счету байкальская рыбалка пройдет в Турке 30 и 31 марта. Мой коллега Булатси Денишеев поговорил с главным идейным вдохновителем и хозяином рыбалки Вадимом Бреднием. В этом году 14-й раз мы проводим уже байкальскую рыбалку. Чем будем удивлять? Каков географический диапазон? Да. Каждую рыбалку, конечно, мы готовим с особым трепетом, с ожиданием. Уркомитет работает не просто последние месяцы, а фактически целый год. Потому что одна рыбалка заканчивается и сразу начинается подготовка к следующей байкальской рыбалке. В течение года была подготовка к этой 14-й рыбалке, которая пройдет 30-31 марта на Байкале. В Байкальской гавани это поселок Турка. Поэтому в этой рыбалке, конечно, что нужно отметить? Во-первых, там у них площадка шикарная. Вот это все подготовка прекрасная, хорошая поляна будет. Там уже проходила 10-я юбилейная рыбалка, тем более. И учли все плюсы и минусы, может быть, так скажем. И, конечно, все минусы, которые были, будем превращать теперь в плюсы. На эту рыбалку у нас, мы уже сделали традиции, приглашаем всевозможных известных людей, вип-гостей и так далее. Поэтому сейчас уже подписали контракт с очень интересным героем, известным. Это вот Кузьмич Виктор Бычков из фильма «Особенности национальной рыбалки». Он приедет в этом капюшоне прямо в брезентовый плащ с этой рыжей бородкой. То есть в образе он приедет? Да, в образе будет полностью два дня. Говорит, я буду проведу прекрасное время, мечтал на Байкале, на вашей байкальской рыбалке. Я думаю, всем любителям рыбалки и вот этого фильма, такой, я сказал, брендового фильма тоже, побывать на Байкале на рыбалке. Поэтому вот из таких моментов. Конечно, хороший призовой фонд, как всегда, это и первый приз автомобиль. У нас Рено, кроссовер, второй там снегоход, третий лодочный мотор, четвертый электростанция, пятый, шестой навигаторы. И так до 10 места 10 призовых мест. Это уже традиция с первой рыбалки, вот до 14 доходит. На сегодняшний момент сколько заявок уже подано и из каких регионов и стран приедут участники? Я говорю, да, вот сейчас ситуация прямо с каждым днем накаляется, как говорится, геометрической прогрессией, так сказать. И вот уже сейчас 91 команда на сей момент, который мы говорим, каждый день прибавляется по несколько команд. И я думаю, что мой прогноз будет 200 команд, порядка 200, по 4 человека, вот так вот. Ну, посмотрим, потому что каждый раз оно по-новому бывает. Бывало от 100 до 250 команд всегда вот в таком диапазоне, поэтому я думаю, что вот все-таки будет одно из самых больших количеств в этот раз. А что касается географии, конечно, заявились, во-первых, все города России уже практически. Это вот ребята из Волги, из Татарстана, Москва, Питер есть, Краснодарская команда, Тува, потом Хабаровск, Владивосток. Якуты едут, это вот наши большие очень партнеры рыбаки, Алроса выставляет свою команду. Это, ну, все территории были прилегающие, это, конечно же, Читай и Иркутских очень много. Всегда Красноярск приезжает, Томск, Новосибирск, вот. А также в этом году приезжает еще команда Казахстана, уже заявку подали. Приезжает несколько команд с Монголии, Китай. В Абсолюте всегда свежие овощи и фрукты. С 5 по 11 марта. Груши от 77 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Коротко о том, какими цифрами запомнится этот день. Алиса Жамбалова заняла 15 место на послеолимпийском этапе Кубка мира в Финляндии. Бурятская спортсменка отстала от победительницы на 1 минуту 21 секунду. 21 год исполнился кошке из Бурятии. Питомец вошел в Книгу рекордов России, как самая старая кошка нашей страны. Полторы тонны польских груш уничтожили в Улан-Удэ. Россельхознадзор с сотрудниками бурятской таможни изъяли их у руководителя Улан-Удэнской базы «Контакт». Шоколад, красивый букет или путевку на курорт. Что еще можно подарить любимым женщинам на 8 марта, если до Международного женского дня осталось совсем немного? Наш корреспондент Чингис Ачиров вызвался упростить задачу мужчинам и попытался разобраться в желаниях прекрасного пола. Можно мне, пожалуйста, одну розу? Конечно. Без цветов на 8 марта мужчинам явно не обойтись. Уже завтра при лавке всех цветочных магазинов начнут массово опустошать. Тем временем я решил подарить эту розу первой красивой женщине, которую я сегодня встречу. А потому поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо. Как неожиданно. Очень приятно. Цветы любят многие дамы, но неплохо было бы исполнить желание. Но чего хотят женщины? В этом нелегком вопросе мы решили помочь мужчинам и соорудили небольшую видеошпаргалку. Расскажите, какой идеальный подарок вы бы хотели получить? Ну, я не буду оригинальной. Женщины любят бриллианты. Ну, я думаю, что на 8 марта, наверное, не надо дарить бриллианты. Внимание, заботу. Я в таком возрасте, когда важнее все-таки эта забота. Я бы хотела большую шоколадку. Мой мужчина мне еще не подарил, но я надеюсь, завтра он мне обязательно подарит. Это же день, который ждем с подарками. Здравствуйте. А расскажите, вы сами купили цветочек или вам подарили его? Сейчас. Подождите. Я же ем. Нет шоколада? Нет. Говори. Что подарить? Ну, я, наверное, заботу, ласку и все, мне кажется. Главное же не подарок, а внимание. Поездка куда-нибудь? Путявка. Нет, для меня, наверное, какой-нибудь абонемент, фитнес. Зал. Ну, это, конечно, цветы. Но я не сомневаюсь, что я их обязательно получу. И получу от большого количества и мужчин, и женщин. Это я точно знаю. И думаю, Галина Александровна у нас тоже получит те подарки. Потому что мы девушки объятельные, интересные. У нас все впереди. Всех женщин в Бурятии поздравляем с днем. Женщин. Желаем не терять присутствие духа. Быть оптимистичными. И как можно больше любить мужчин. Говорят, что британские ученые выяснили, чего хочет женщина. Но она передумала. С праздником, наши милые и родные. Чингис Ачиров, Федор Моденов, телекомпания АТВ. Знаменитая опера «Щелкунчик» в постановке Московского государственного театра «Русский балет» пройдет на сцене театра оперы и балета в Улан-Удэ. Это юбилейный гастрольный тур посвящен 50-летию выдающегося балетмейстера-основателя русского балета Вячеслава Гордеева. «Щелкунчик» – один из самых известных и любимых во всем мире балетов. Красивая сказка об уродливой кукле, которая умела разгрызать орехи. Сказка о доброй душе девочки, мечтающей о счастье и победившей зло. Многие балетмейстеры создавали свои версии спектакля. Самой оригинальной стала версия Вячеслава Гордеева, который и сам был одним из лучших балетных принцев. Я отвечаю за это качество. Я знаю, что это спектакли, которые можно смотреть, нужно смотреть для того, чтобы полюбить балет. Спектакль станет отличным подарком для женщин к 8 марта. Он пройдет 12 марта на сцене театра оперы и балета. Затяжные выходные, которые ждут россиян, в Бурятии пройдут под знаком борьбы. 10 и 11 марта ФСК пройдет международный турнир по вольной борьбе на призы главы Республики Бурятия. Телеканал АТВ два дня будет вести прямую трансляцию. Коротко о том, как это будет далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Алексей Блюнберг. Всю прекрасную половину наших зрителей поздравляю с наступающим международным женским днем. Вам желаю побольше улыбок, цветов и весеннего настроения. До свидания. В Абсолюте весеннее настроение с 5 по 9 марта. Прекрасные тюльпаны по цене 35 рублей. Поздравьте любимых. Абсолют. Внимание на экран. В Титане сок добрый. Всего 49,90. Порадуйте близких. В Титане Рафаэла. Всего 169,90. Внимание. В Титане скидка 50% на подарки для любимых. Пусть в эти дни весенними лучами вам улыбнутся люди и цветы. С праздником, милые дамы! Сеть магазинов Николаевский.